Всем привет! С вами Блок Учимся с Алисей и мы хотим сказать спасибо Диме Котсу за рекламу нашего канала. Не знаем зачем он это делает, потому что мы ему не платили, но он, наверное, просто человек добрый. Добрый вечер, красавицы мои, с вами снова я, Дима Кеш. Точность, вежливость королей. Есть такая фраза, не совсем, конечно, прям день в день, но ровно раз в месяц мы с вами заглядываем в ящик Пандоры под названием семейства Тепляковых. Я уже буквально, как, знаете, певец на сцене хочу семейства, и вы мне в ответ пишите в комментариях Тепляковых. Вы сейчас, наверное, просто офигеете, но целый месяц настаивался мой ответ Евгению Теплякову. Не ответ Евгении, а мой ответ, потому что Евгений Тепляков уже два раза обратился лично ко мне. Кстати, давно с вами реально не виделись, забыл спросить, хотите ли вы вообще раз в месяц на эту тему. Все еще, чтобы я снимал видео. Обратная связь от вас мне очень поможет ответить на этот вопрос. Перед началом этого видео, как обычно, 5000 лайков. Если собираем на этом видео, то выходит новое видео спустя месяц. Я ровно месяц буду каждый день заходить и проверять ваши лайки, поставили ли вы лайк или нет. Также перед началом видео огромное спасибо всем моим любимым красавицам, которые поддерживают меня на субботних стримах и всем, кто поддерживает меня на бусте. Напоминаю, что у меня на бусте есть эксклюзивное видео про семейство Тепляковых. Там сестра Евгения Теплякова рассказала мне всю правду про Евгения. Давайте сразу к серьезным делам переходим с вами. Полностью серьезное лицо, никаких шуток. Дима Коц разбушевался. Есть на ютубе такой недоблогер. Дима Коц, сразу недоблогер. Чувствуете, да? Вайп Евгения. Сразу начал с оскорблений. Вот не припомню, чтобы я Евгения оскорблял. Странный парень регулярно пытается рассказать за жизнь в кавычках и пояснить про Тепляковых. Единственную поправочку хочу сделать. Он не написал меня правильно, мою фамилию, так скажем, мой псевдоним правильно. Поэтому мы оставляем маленький процент того, что все-таки Евгений не ко мне обращается. Я гуглил, я искал другого такого блогера Диму Коца на ютубе причем и я не нашел. Но если вы найдете, обязательно мне скиньте. Да, этот сегмент будет максимально странно выглядеть, если Дима Коца окажется другим человеком, а я такой всю славу забираю на себя. Ну да ладно. Вот буквально вчера Димку в очередной раз прорвало. Буквально вчера, это вот как раз получается 26 июня, а видео у меня вышло 23 июня. Он написал 27 июня пост. Мало того, что эта собака сутулая. Не спросясь чужие видео и использует. Евгений, у него, я не знаю, либо биполярное, либо просто раздвоение. Первый раз, я сказал, он два раза уже ко мне обратился. Первый раз в своем видео на канале «Учимся с Алисой» заявил буквально следующее. Ну и кстати, многие мне писали и спрашивали буквально следующее. Почему видео выходят так редко? Хотел с вами поговорить на эту тему. Мне несколько месяцев назад написали ребята и предложили заняться разработкой новой социальной сети. Ну а сейчас я расскажу вам об уникальной возможности, которая есть у вас. Так что досмотрите до конца. Соцсеть называется «Реал Карма». Что, конечно, отсылает нас к кармическим каким-то размышлениям о карме, хороший и плохой. Ну и, конечно, это недалеко от истины. Одна из основных фишек – это как раз-таки карма. Как мы знаем, карму можно зарабатывать, пополнять, делая хорошие дела. А в контексте социальной сети, если ты, например, лайкаешь, может быть, сам создаешь посты. И с помощью этого ты повышаешь свою карму. Еще очень важный момент, про который отдельно хочу сказать, то, что карма – это открытый проект, который делают блогеры и пользователи. То есть, по сути, это народный проект, в котором поучаствовать можешь ты. Ты просто сейчас смотришь и можешь поучаствовать вместе со мной. Я уже прошел альфа-тест, и для меня это было все впервые в новинку. Выбирал дизайны, шрифты, экраны. Смотрел на механики, делился своим мнением. Я подумал, а что, если всех моих красавиц пригласить тоже поучаствовать в тесте этого приложения? Я договорился с ребятами, чтобы они сделали специальную форму, по которой вы сможете перейти и получить ключи. Потому что, по большому счету, это довольно эксклюзивная возможность поучаствовать в чем-то таком. Так как для меня это было прям суперэксклюзивно. Я первый раз в жизни в таком участвую. Мне суперинтересно, я суперзаинтригован. Хотел поделиться с вами этим энтузиазмом. И я думаю, многим будет так же, как и мне, интересно поделиться своими идеями, посмотреть на что-то новое. Поэтому заполняйте форму. Прямо сейчас раздадут только 100 ключей. По этой форме только 100 человек сможет поучаствовать в разработке проекта. Поэтому, если для вас, как и для меня, поучаствовать в разработке новой социальной сети, новой площадки, которую потом мы все вместе будем пользоваться, звучит как минимум интригующе. Я приглашаю вас помочь, помочь в развитии этого проекта. Ну а я возвращаюсь в свою обычную локацию. Всем привет! С вами Блок Учимся с Алисой. И мы хотим сказать спасибо Диме Котсу за рекламу нашего канала. Не знаем, зачем он это делает, потому что мы ему не платили. Ну, наверное, просто человек добрый, бескорыстный. Нравятся ему дети. Спасибо. То есть он меня поблагодарил за то, что я прорекламировал бесплатно их канал «Учимся с Алисой». Теперь же он просто переобулся в воздухе и называет эту бесплатную рекламу, не спрося с чужие видеоиспользования. Вот так он это называет теперь. Ну да ладно. Мало того, что он немного глуповат. Это все бывает. Да и вообще, посмотрите на Пригожина. Куда глупее? Я не знаю, при чем тут Иосиф Пригожин. Это все простительно. Но зачем Димка фантазирует, сколько ему занесли за тепляковый кормят детей батонами? Евгений, сразу отвечу вам на этот вопрос. Ровно 0 миллионов рублей мне занесли тепляковый кормят детей батонами. Вы же сами снимали видео, которое я показывал. Сами выкладывали своими руками на своем ноутбуке, на свой же канал. Где показываете, как много хлеба и говорите, что Алисы любят батоны. И собственно, я не знаю. Вы как бы свои собственные видео, судя по всему, не смотрите. Обвиняйте меня в том, что я клевечу и какую-то повестку тут еще и проплаченную несу. Димон, ау, ау, Евгений. Только на ютубе 5 распаковок, если не 6 батоны в одной, а для тупых зачеркнуто, ну то есть для меня, альтернативно одаренных, одаренных. Пояснение, что Д-закупки удобнее делать группами товаров. Батоны в одном месте, мясо в другом, сыр в третьем. Я понял, Евгений. Все, хорошо, это шутка была, Евгений. Но я прекрасно понимаю, что дети не любят полезную еду. Они любят хлеб, они любят быстрые углеводы. Я сам люблю хлеб, Евгений. Ничего не могу с собой поделать. Я прекрасно понимаю. Еще по поводу закупок группами, проверять не отходя у кассы просрочка, не просрочка, а срок годности и сразу менять и ругаться, конфликты. На ютубе огромное число видео всяких трэш-блогеров, которые приходят в магазины, находят там просрочку. Собственно, где-то просрочку эту бесплатно даже получают. Где-то им деньги возвращают, еще и дают нормальные товары на замену. Евгений, я думаю, есть куда расти, есть куда развиваться, да, есть куда инвестировать свое время, потому что, видимо, у вас его слишком много. Ты, Димка, видимо, с закупками не пересекался никогда, Евгений. Ну, конечно, не пересекался. Мне ведь лично главный шеф-повар моего города привозит продукты на дом, Евгений. Я ни в коем случае не пересекаюсь с закупками. У тебя все на уровне. Я не играшка, я уехал, я могу себе позволить пиццу на дом заказать, точка, бывает, точка. Человек сейчас смотрит это видео и думает, я что, тоже миграшка получается, если я съездил в Европу на неделю? Это прикол от Евгения? Или он конкретно, возможно, он заходил ко мне в телеграм-канал и видел год назад, я поехал в Европу? Совпали даты. Евгений подумал, что я куда-то мигрировал. Да, я, как уже сказал, люблю мучное, углеводы быстрые, белую муку, пиццу я тоже люблю. Иногда каюсь, заказываю. А пургу нести прекращай. Хотя мы помним, питание в школах больная тема для околопригожинской шушеры. Все еще не понимаю, при чем тут Иосиф. Там же целый бизнес на кормлении всех и вся по безумным ценам. Ну, это, опять же, приколы Евгения. А тут у хозяина 4 миллиарда подрезали, дефицит образовался, нужно срочно ролики в защиту. А, все, я, наконец-то, до меня дошло. Евгений намекает, что мне, получается, платит Пригожин, а Пригожину платит Кремль. Короче, мне лично Путин платит деньги за то, чтобы я записывал ролики про Евгения Теплякова. Так, Димоз, Евгений задает вопрос. Ну, Евгений, нет, не так, если вкратце. Ты же не отмажешься, что не читаешь. Ты же же мониторишь и YouTube пересматриваешь и за комментами следишь. Да, Евгений, это моя... Ну, не то, что работа, это моя душа, ну, понимаете? Я долго ищу персонажей для своих роликов. Я долго ищу людей, которые будут вызывать у меня хоть какие-то эмоции. Вот я вас нашел тогда, еще год назад. Мне очень интересно наблюдать за ходом ваших мыслей, за вашей семьей, за вашими методиками воспитания. Именно по этой причине я продолжаю снимать про вас видео уже реже, уже не каждый день, а раз в месяц. Но это единственная причина Евгении, потому что я просто не могу не читать это. Это во мне вызывает какие-то эмоции, просто сам не знаю, какие. Ну и дальше. По традиции Евгений был бы не Евгением, если бы он не написал комментарий. Возможно, Димка не Коц, а Поц. Но тут уже его личное дело. Я думаю, он не обидится. Даже среди русской интеллигенции столетия назад слово Поц было началом появления слова Пацан. История слова мистический вариант. По подсчетам аналитиков и историков, Поц стоит третьим по популярности среди часто употребляемых евреями слов. Первое это мама и бабушка, а вот на третьем месте Поц. А, вот тут дальше написано, что у евреев дети шепотом произносят это слово, чтобы не слышали родители. И значение это тот человек, который лишает девственниц девственности. Вот это комплимент, видимо, от Евгения. Я не знаю. Дальше тут лучше не читать. После этого, все-таки это вырвано из контекста было. По некоторым данным, евреи в давние времена никогда не хоронили женщин. Если они были девственницами, на тот свет они непременно должны были отправиться полноценными женщинами. Перед похоронами их обязательно требовалось лишить этого звания. Для такой работы и привлекался Поц. Как правило, это были люди умственно больные, недоразвитые дураки, как их частенько называли. Все, теперь я понял, Евгений. Теперь я понял, как сильно вы меня, оказывается, оскорбили этим словом Поц. Тут, кстати, спрашивают его, хлебопечку не рассматривали. Расходы на хлеб можно раза в три сократить. Зачем? Нет ничего глупее экономить на хлебе. И Евгений говорит, так как в том же Ашане можно купить батон рублей за 15, буханку за 19. Что здесь сэкономится, если в месяц на семью уходит батонов на 300-400 рублей в общем? Да хоть себе на 3 умножим, все равно экономии не будет ни при каком раскладе, а качество хлеба явно упадет. Ну, если у вас плохая хлебопечка и плохое содержание, конечно упадет, Евгений. Но вообще, если самому печь, как минимум можно вкусненький хлеб тоже делать. Я согласен, что это время очень много занимает и уметь надо, но тем не менее. Я, извините, не знаю, что там Димка подс насчитал. Возможно, у него сотни тонн хлеба в неделю уходит. Я так и не понял, что конкретно Евгений хотел сказать этим постом. Как-то подцепить меня, возможно, на какой-то батл, на какой-то диалог, на какое-то совместное видео, может быть. У меня, кстати, есть, Евгений, идея отличная. Просто вам очень понравится. Вы будете в восторге для совместного видео. Так что напишите там где-нибудь, куда вам написать по этой теме. Ну и довольно забавный пост. 25 июля датируется. Обращение к поклонницам. Жизни раду сносить пост. Это помните те самые поклонницы, про которых писал Евгений? Которые хотят от него детей. Которых еще успокаивал Евгений. Говорил женщину. Ну, успокойтесь, у меня жена, есть какие дети. Или, если долго писать о Тепляковых. Возможно, конечно, виноват отсутствие интимной близости. Но сложно не заметить некоторую закономерность. Хейт приводит к определенным изменениям во внешности. Да, появлению определенной обрюзглости, потасканности. И даже, не побоюсь этого слова, третьесортности. Сортности пропитывает до костей, так сказать. Вот ради этого я и захожу к Евгению. Вот таких оскорблений, знаете, женщин, третьесортности я давно не читал. Вот просто серьезно. Итак, обычные внешние дамы, не вызывающие физического отторжения на уровне убежать, болевать в туалет при появлении. Я не понимаю, как у Евгения есть жена. В каком вообще психологическом там состоянии она находится, мы знаем. Но человек, который настолько не уважает женщин, это просто, ну, хейт-спич 16-летнего школьника, который стал какие-то мужские паблики читать, которые пропитаны вот этой ненавистью к женщинам. В общем, вот он скидывает. Вот эту у нас, Машистову, Светлану, и показывает вот эту вот фотографию. Типа, посмотрите. То есть тут такое освещение, такой макияж, освещение другое, другой макияж. То есть она изменилась визуально. Евгений нам намекает, что это все из-за хейта в сторону Евгения Теплякова. И вот первую женщину. Год, когда мы постарели. Что хочет нам сказать Евгений? Вам страшно? Мне очень. Ну, по крайней мере, у них было до. Вот в этом случае лично я до выделить затрудняюсь. Тут одно после. Так, опять фотографии, разное освещение, все дела. Не суть. Как говорится, каких только крокодилов не. А вот здесь стоп, именно что не. Но перемена, конечно, родительная. А комментарии излишни. А как изменилась ваша внешность? Пишите в комментариях, не бойтесь пополнять коллекцию. Все совпадения с реальными персонажами. Случайно фотографии носят исключительно иллюстративный характер. И не направлены на харассмент несчастных женщин. Которым и без того несладко приходится фотографии, взятые из открытых источников. Ну, как бы Евгений иронизирует. То есть, по сути, вот это уже новый уровень. То, что до этого было. Теперь Евгений просто берет фотографии людей, которые про него пишут что-то, говорят какой-то, критикуют его. И просто говорит, посмотрите на их лица, да. Посмотрите, какие они уродливые с моей точки зрения. Довольно странно, согласитесь. Довольно низко и странно и непонятно вообще зачем, Евгений. Господи, зачем вы это делаете? А вообще жаль неудачниц. Быть такой некрасивой женщиной, это для женщины колоссальная трагедия. Даже если она делает вид, что это не важно. В принципе, многие ротфемки находятся в состоянии. Без слез не взглянешь. Тут нет ничего нового. Но такие перемены за каких-то два года. Жутковато. Наложите на это полное отсутствие каких-либо значимых достижений. Любимое слово Евгения. Конечно же, достижения, которые дети, дети, достигаторы. И перед вами жертва арбузера. Который на ее беду, ни один арбузер на пушечный выстрел не приблизится. Разве что случайно. Когда поживешь с арбузером, не захочешь, чтобы тебе арбузер приближался. Это не то, что Евгений тут как бы говорит, ни один мужик к ней не подойдет. Даже арбузер. А кому нужны эти арбузеры? Я не знаю, но только со сломанной психикой женщины, которые в ждулях там сидят. И им без разницы. Зэк, не зэк, арбузер. Кто угодно. Вот он какой хейт. Разрушительный, беспощадный и неумолимый. Его последствия не спрятать под маской макияжа. Не скрыть удачным ракурсом. Не убрать в фотошопе. Женщина превращается в мусорный мешок. Пожеванную картофельную. Грязную. Половую. Тряпку. Аж слезы наворачиваются. Ваша жена Наталья видела вообще этот ваш текст? Вот этот ваш комментарий? Мне интересно, что она об этом думает? Либо вы ее довели уже до такой степени мизогиния, что она тоже как бы вместе с вами ненавидит всех женщин. Что у них там творится? Аж прям реально страшно становится. И теперь они должны побежать делать клажи, глотая слезы. Сами такие. Вот вам. Вот вам. Я еще ничего. Моя роза почти не увяла. И это не запах тухлятины. Это духи моей молодости. Это не трупные пятна. Это румянец. Ждем. Мне кажется, Евгений прям выложился и сутки спал после этого поста. Он прям настолько перевыполнил свой план по оскорблениям и унижениям женщин, что он просто с чувством выполненного долга, просто такое хорошее настроение, столько сделал и уснул просто и сутки спал прям. Очень много работы было проделано серьезно, очень много работы. Он так доволен собой был, что просто все-таки залез на самую верхнюю полку и взял пирожок, который там лежал вот на этот случай, когда он наконец-то напишет такой текст. Он съел этот пирожок. Недолго музыка играла. Тут, собственно, человек сразу написал. Здравствуйте, я новый бот. Хочу спросить. Вы свою жену видели? Так посмотрите, прежде чем других обсуждать. Здесь я осуждаю, не поддерживаю. Все-таки, когда Евгений выходит на эти оскорбления, я не поддерживаю, чтобы в ответ также оскорбляли. Мне интересно просто, когда я говорю, что смотрела ли, читала ли жена Евгения пост, я не про ее внешность говорю. Я говорю про уважение к женщинам. То есть Евгений не уважает женщин. Как он может уважать свою собственную жену? Это не бывает из этого исключения. Не бывает. Он притворяется просто, хорошо притворяется. Интересно просто, что Наталья об этом думает. Либо она как бы уже не думает об этом. Там поздно уже слишком много пройдено вместе с Евгением. Там уже, как я говорил, от личности Натальи мало что осталось. Здравствуйте. Догадываюсь, на кого вы намекаете. Красивое спасибо, что поинтересовались. Два года фотошопите, а все никак. В выше приведенных случаях и без фотошопа слезы наворачиваются. Подозреваю, что и вы такая же. Так что даже Виагра бессильна. Это группа или таблетки? Еще раз спасибо за беспокойство. Не всем дано быть любимыми женщинами. Вам не повезло, но вы не отчаиваетесь. Всего вам доброго. Не болейте. И разумеется, мы не сомневаемся, что в том, что вы новый бот могли бы и не уточнять. Ну в общем, вы сами все прекрасно поняли. Даже вот комментировать здесь я даже думаю нечего. Мы просто сегодня наслаждались. Это то, чего я ждал. Это то, ради чего я захожу на канал к Евгению. ЖЖ к нему, да. Это не ради ответа мне долгожданного. Это ради вот этих постов. Заблюрим это видео, да. Хоть оно и на канале Теплякова. Я просто знаю, что Ютубчик, он не особо любит детские видео, да. Ну послушаем хотя бы, да. И немножко в заблюренном видео посмотрим. У Евгения на канале его вышло довольно интересное видео. Как я уже говорил, вот Алиса, Хеймдаль, уже даже, они потихонечку уходят на второй план. Новые герои появляются. Так как у них возраст уже, ну, предпенсионный, я бы так сказал. Первое интервью юной десятиклассницы Леи Тепляковой, 7 лет. Первое интервью. Евгений как бы документирует своих детей уже здесь. Давайте посмотрим, что же, зачем же иероглифами название продублировано. Ку-ку. Итак, перед вами молодая, юная, подающая надежды десятиклассница. Не буду, я не знаю, видно там в итоге на монтаже будет или нет. Не буду спрашивать, зачем милетней девочке красить губы розовой помадой. А к чему бы это? Либо это очередная провокация, либо я здесь ошибаюсь, поправьте меня. Как вы считаете, в 7 лет розовой губной помадой нужно ли красить и подчеркивать еще ресницы. Отдельная тема, да? Расскажите нам, пожалуйста, как прошли ваши экзамены. Молоденькие. Молоденькие. Ну, как они прошли? Быстро, медленно, плохо, холодно, жарко, там что? Мокро, сухо. Кошки кусались. Сухо. Уж муравьи, сухо. Кошек не было. Так, хорошо. Экзамен, ну, некое, четыре часа, некое, два. Некое, много, некое, быстро. Так, хорошо. А другие дети на экзамене были или ты сдавала одна? Были. Ага. На одном экзамене было 15 человек. Ага. И всем им было по 6 лет? Нет. А по сколько? Я сейчас посчитаю. По 8, наверное. А может быть даже по 10. Нет. По 16. Ну, наверное, я по 12 раз почитаю. А сейчас нет. Ну, примерно. Так. Я не знаю, популярное, непопулярное мнение выразить по поводу того, что он снимает, выкладывает в интернет. Он для своих целей это делает. Достижения, успехи показать, да, какие мы успешные, какие мы молодцы. Детей, вот то, что он выставляет на показ, вот эту вот личную жизнь детей, да. Возможно, это их социализирует. Съемка на видео, работать с камерой, многие стесняются и так далее. Но, опять же, кому это надо, да. Вот уроки вот этого вот видеоблогинга Евгений с детства приучает. Ну, хоть какая-то социализация у детей, так как они все на домашнем обучении. К камере, я не знаю, довольно странно. Потому что обратная сторона, о которой Евгений не сейчас вообще не думает ни в коем разе. Я так понимаю, он собирается с детьми пожизненно рядом ходить с каждым ребенком. Вот люди видят их в интернете, да, и потом они шушукатся. Когда они увидят детей, они подрастут, там Евгений их все выкладывать будет, да. Вся эта популярность, она обернется боком детям, потому что люди будут их видеть в Москве, шушукатся, и ребенок потихоньку начнет замыкаться в себе. На него это начнет давить, вся эта популярность. Это же постоянно происходит с детьми, которым вот так тычут камеры, которые не хотят, не ищут этой популярности, а родители их заставляют. Ладно, хорошо. Папа сидел под столом? Господи, я, кажется, понял, зачем он эти видео записывает. Он в каждом видео с ребенком, когда они сдают экзамены, вот этот вопрос задает. Может быть, папа сидел на столе? Нет, не допускается. Не допускается папа под стол? Приходится папе сидеть на стуле. Вообще никогда нельзя ни на стол, ни под стол. А что можно? А кого пускают? Те, которые дают экзамен и организатором. А организатором был папа? Нет. А может быть, мама? Нет. А может быть, Алиса? Нет, Алиса это еще ребенок, вообще нет. А кто тогда был организатором? Где вообще проходил экзамен? В школе. В школе? А может быть, на улице? Нет. А может быть, там, не знаю, у знакомых? Нет. А в школе никого нет? Я не понимаю, вот эти приколы, Евгения, он всегда таким голосом еще говорит, мультяшным, да, вот этим, в котором с детьми обычно разговаривают, ну и понятно. Но ребенок уже ответил на этот вопрос у него, да, и он начинает. А может быть, под столом экзамен проходил, а может быть, на Вашане экзамен проходил, а может быть, у Тхостова, у Машистова экзамен проходил. Не было, когда проходил экзамен? Было, те, кто сдавали экзамен, и организаторы, и не в классе еще, но у кого-то, не знаю, у кого-то. Понятно. А скажи, а что можно было с собой брать на экзамен? Что ты с собой брала на экзамен? На геометрию. На не на что-нибудь, а на геометрию с математикой. На математику с геометрией что ты брала? Ручку. Ручку, правильно, молодец. Хорошо, скажи, а другие дети весело смеялись, когда ты пришла, или не очень весело, или не смеялись? Не смеялись. Не смеялись? А вообще говорили что-нибудь про тебя? Иногда говорили. А что говорили? Ай-яй-яй, уберите ее скорее отсюда? Нет, просто, просто один аж, когда я пришла, просто один кто-то засмеялся. И спросил, что я... И выпрыгнул куда-то. Вот он уже спрашивает, как бы, и она отвечает, что там кто-то засмеялся, когда ее увидел. И уже можно психологи, которые разбираются в детской психологии, скажите, да, как это потом будет аукаться, когда над ребенком семи лет смеются, он остается ребенком семи лет. Сколько бы книжек в него не впихнули, каких-то стишков, по сути, не заставили выучить и запомнить. Да, я, возможно, сейчас опять говорю, как вот этот вот болванчик, про которых Евгений говорит, что заказуха какая-то, сплошная одно и то же мнение. Условно, условность, количество информации ты запомнил больше, ребенок семи лет, да, но ты, по сути, опыта больше жизненного не получил. В любом случае, Евгений, ну, неужели это как бы... Да, выпрыгнул из аудитории, выпрыгнул, с криками, ай, спасите, помогите, лейна, нападают на нас, Тепляковы. Нет, нет, понятно, значит, не выпрыгнул. Хорошо, значит, я тебя поздравляю, ты успешно сдала ОГЭ, получила, скоро получишь, точнее, аттестат, но ты тебе его уже должны дать, но еще пока не дали. И будешь учиться... А, кстати, еще такой вопрос. Многие дети после девятого класса говорят, что они не хотят больше учиться и идут в колледж или в ПТУ. А другие дети говорят, что они пойдут в десятый класс, чтобы поступать в институт. Скажи, пожалуйста, ты уже определился со своей дальнейшей судьбой? Ты пойдешь в колледж, в ПТУ, или будешь учиться в десятом классе, чтобы поступать в институт? А может быть, ты пойдешь работать? Я пойду из девятых девчатых, из одиннадцатого, из одиннадцатого институт, а потом домой гиперсплатон, потом еще куда-то и и потом, потом, потом закончу. И потом закончишь, понятно. А работать, как и мой папа, я не пойду, потому что я уже в свои семь лет, как и папа, поняла жизнь. Кто понял жизнь, работу бросил. Да, это прям максимально как-то странно смотреть. Хоть хочется отойти от этой мысли, да, что лишаете детства там и так далее. Все это говорят, а я не хочу, да, вот мыслить шаблонно, да, потому что шаблонное мышление, как мы знаем, оно неправильное. Но я смотрю на это, и мне прям, ну, странно становится. То есть реально от этого видео очень странные ощущения в плане того, что семилетний ребенок все там уже почти, почти поступил в институт. То есть ты считаешь, что после девятого класса надо идти в десятый? Да. Как ты считаешь, детям надо идти в институт или работать на работу? Институт. Правильно, молодец. Поздравляю тебя еще раз. Евгений, вы-то думаете, это выглядит, конечно, как видео, где дети сидят в подвале, да, их записывают на камеру и заставляют говорить, улыбаться и говорить, у нас все хорошо, нас хорошо, вкусно кормят. Евгений, вы не думали, что вы просто детей своих, зависимыми от образования, от вас, от какой-то дрессуры, сделаете, то есть принимаете самостоятельные решения, они не смогут пробиваться в жизни самостоятельно, они не смогут. Они всю жизнь у вас застрянут в образовательной системе, из-за этого возможно. И просто, ну, может, психотерапию потом будет проходить и так далее. Вот хочется иногда чего-то, да, а не можется, не дается. И в определенном возрасте ты не получаешь определенные эмоции, вот эти, которые должны быть в детстве. И потом ты застрянешь в другом возрасте, просто когда от тебя отстанут, ты начнешь наверстывать упущенное. Не давали тебе там в игрушки играть, да, не знаю, в компьютер играть. Ты потом просто все, да, все забьешь, как только закончишь, и будешь просто застрянешь и будешь в компьютеры играть годами. Потому что тебе, например, не давали всего этого, а ты хотел, или гулять. Не давали тебе гулять, и ты просто гулять, бухать, там, с друзьями тусоваться будешь несколько лет. А хотя, казалось бы, если был бы баланс, если бы ты и то, и то, и то успевал делать в своей жизни, то бы, ну, как-то более это равномерно шло, более плавно тебе не пришлось потом тратить годы своей жизни на то, чтобы наверстывать вот это упущенное. Так, ну и вот как раз-таки эти посты уже вышли после того, как я выпустил то видео. Поздравляем Лею с успешным прохождением аттестации по всем предметам, сдачей итогового собеседования и четырех ОГ. Четыре. Молодец. А у старших, как я понимаю, сессии закрыты. Умницы. Кстати, Алиса уже сдала больше экзаменов, зачетов, чем средний выпускник магистратуры за время обучения в ВУЗе. Да и по зачетным единицам там паритет. Как бы намекая в очередной раз, что выпускники магистратуры в целом, ну, такие, знаете, туповатенькие. Им бы вообще в ПТУ лучше, а не в магистратуру. И как всегда тоже, Евгений, ПТУ обесценивает людей, которые учатся в ПТУ, их вообще профессии. Ну что, психфиг не заметили. Особых способностей тьютерам тестировать хотели. Учить нужно ребенка, а не тестировать и способности искать. А то странно как-то получается. Десятки преподавателей пятерки ставят, а вы способностей не заметили. Журналистам, кстати, тоже неинтересен такой поворот. Им вот папа в шортах больше нравится, чем семилетняя девочка, аттестат, получившая третий ребенок. Между прочим, Бутаситим, привет. Я, кстати, скажу, что хорошо, что вы в этих шортах ходите. И хорошо, что журналисты пишут вообще про вас. Потому что у меня такое впечатление, и вы это, наверное, прекрасно понимаете, возможно. А возможно и нет, что не веди вы себя так эксцентрично, не ходи вы в этих шортах, да, коротеньких, на суды с МГУ. Никто бы и не писал, никто бы и не заметил практически вашу дочь. И вот этим эксцентричным поведением привлекаете внимание, взгляд на ахотариев под другим углом. Ну вы уже по названию понимаете, что будет интересно. Многие наши фанаты, крашенные старушки, с гордостью заявляли, что они-то, они-то ахортов в жизни не делали. Действительно, тяжело делать ахоты, если ты пригож... Господи, опять пригожинский бот. Я не могу... Больная тема у Евгения. Кстати, этим же объясняется набравший популярность в последнее время сын в СВО, нездоровый интерес к питанию в школах, садиках, многодетных семьях и прочая дочь офицера. Сленг Нинов, он с 2013 года прослеживается. Ребят, у вас зарплату изъяли, вы там держитесь? Здоровья, хорошего настроения, новых постов протепляковых. Но тем, кто выживет, а то ведь могут и того, кого-то сократить, кого-то посадить. Кто-то, как я понимаю, уже оттуда пишет. В общем, комментарий даже читать не хочу, там опять он про Пригожина свою старую песню поет. Я не знаю, чем его так обидел Пригожин. Что-то там связано со школьными обедами, не сильно Евгению школьные обеды нравятся. Поздравляем Алису и Химделе с закрытыми сессиями, это 25 июня. Алиса и Химик, вы молодцы. Продолжайте радовать своих родителей на ускоренном обучении. Вот это ключевая фраза. Продолжайте радовать своих родителей на ускоренном обучении. Остальные подтягивайтесь, у вас такой пример перед глазами. Внутренняя конкуренция среди детей, конечно, это все провокация для журналистов, блогеров и т.д. Детишки не заходят в ЖЖ Евгений, не читают все это. Хотя вполне возможно, что он это проговаривает устно, вслух им. Типа дети, посмотрите, вот младшим говорит. Вот у вас есть старшие братья, сестры, они успешны. Будьте такими, как они. Превзойдите их. Или родители не будут вам любить. Потому что родительскую любовь нужно заслужить. Да, мы все это прекрасно знаем по многочисленным сериям «Беременна в 16». Родительскую любовь надо заслужить. Тут максимально жесткие условия для заслуживания родительской любви в семействе Тепляковых. Ну, что поделать. Ну и вот как выглядит комментарий, который не подвергается астракизму, иронизму, саркасизму. Я не знаю, сам только что это придумал. Поздравляю, спасибо. Вот так правильно надо общаться с семейством Тепляковых. Писать «поздравляю», тогда вы получите свое спасибо. А не «Вы бот, вам платит Пригожин, да пошли вы к чертовой матери, да вы крашеная старушка, да мы знаем, что вы это не вы, а вы вот это тот человек, которому платит Пригожин». Вот обычно к этому все сводится. Здесь у нас интересная теория о законодательной инициативе на примере Москвы. И Евгений меня заинтриговал этим постом, как же снижается рождаемость в РФ и что с этим делать. Итак, не секрет, что рождаемость в РФ катастрофически низка и продолжает снижаться. Для исправления этой проблемы косметических мер явно недостаточно. Никакой материнский капитал проблему не решит. Так как средняя рождаемость в ЦФО и СЗФО ниже полтора ребенка на женщину. Не читаем сейчас, знаете, кстати, вот подумал научную литературу о том, сколько женщине, в принципе, можно рожать детей, чтобы себе слишком много вреда не нанести. Один-два ребенка, да, потому что... Ну, представьте, 10 детей родить. Что, как бы, останется от организма женщины? Даже на самом лучшем питании, даже на самых лучших условиях. При этом мера должна быть одновременно действенной и не слишком обременительной для регионального федерального бюджета. Одной из таких мер может быть выдача квартиры по социальным нормам предоставления в течение года после рождения пятого-шестого ребенка. Еще один недвусмысленный намек от Евгения, что ну а где же, когда же квартирку-то мне дадите уже? Если посмотреть, к примеру, сюда, то окажется, что число семей с пятью детьми меньше шести тысяч на всю Москву, а с шестью чуть больше двух тысяч. При этом статус многодетной семьи в Москве сохраняется до достижения младшим ребенком 18-летнего возраста. Слушай, жена, ну как бы я тут прикинул, ипотеку брать, горбатиться, до шестидесяти лет выплачивать, что-то мне неохота. Давай-ка лучше тебе, это ты пять-шесть раз родишь, и у нас квартирка своя будет. Не против, не против, ну все, погнали. И тут Евгений в комментариях раскрывает еще лучше свою идею, прям объясняет, как это должно работать. Разумеется, будет пятый, шестой ребенок, это не так далеко и нереально, как десятый или двенадцатый, но у Евгения двенадцатый это уже очень близко. Видимо, он две квартиры хочет получить, но и не так тривиально, как третий, четвертый. Это цель, которая сначала оговаривается в шутку, а потом становится достижимой. Первый родился, скоро квартиру дадут, жена, скоро квартиру дадут, первый родился, давай, побежали в спальню, давай еще, сейчас второго сразу. За вторым сходили, значит, шестой недалече. Ну, просто, Наталья Теплякова, привет, вам передаю той частички вашего, как бы, вашей прошлой жизни, вашей прошлой личности, которая еще помнит, когда у вас была вот эта личность, а не промытые мозги своим мужем. Говорят у нас, муж и жена одна сатана, да, ну, я не совсем верю в эту теорию, потому что, как правило, партнеры, они, один человек, он типа альфа, а другой под него подстраивается, то есть, созависимые отношения, начинаешь привычки, манеры, мысли копировать своего партнера, кто кого продавит, тот, как бы, вот, Евгений продавил свою жену, и жена стала мыслить, как вот это, муж и жена одна сатана, да, как Евгений. Но, на самом деле, это все годами, годами эти мысли, они культивировались, продавливались. А для того, чтобы повысить рождаемость, нужно стимулировать глубокую многодетность, именно глубокую, а не рождение второго или третьего ребенка. Это не считая того, что в суммарном коэффициенте рождаемости государство борется за каждую десятую. Одна семья с шестью детьми повысит СКР с 1,5 до 1,65, 30 среднестатистическим. Боже мой, какое благо для всей страны, Евгений. В нашей Раше или где там было, типа, золотой ты человек, да, Евгений Валерьевич, все, о России думаешь. Ну, собственно, теперь мы знаем, как появлялись дети в семье Тепляковых. Появился первый, Евгений сказал, Наталья, еще, еще, шестой недалеко, скоро квартирка будет. Закон такого нету, но, как мы знаем, они в Зюзинской однушке живут, слишком, ну, мало квадратных метров, да. Нуждающиеся в жилье, они у нас называются, и, по идее, могут, имеют право получить квартиру от государства. Евгений все надеется и верит, и ждет эту самую квартирку. Опять пост у него идет, где он пишет, что пока наши опарии резали своих детей на фарш, в Средней Азии дети худо-бедно рождались. Поэтому население вот такое-то вот, как мы видим сейчас на табличке. И что в 50-м-то году население РСФСР было почти в 7 раз больше, чем население 5 среднеазиатских республик. Вы сами себя зарезали, не визжите, ваше мнение никому больше не интересно. Короче, Евгений все еще думает о России, о будущем, о том, как получить квартирку за шестого ребенка. Ну да ладно, тут довольно интересный у нас пост под названием «Понеслась три точки машистого покочка». Уже оскорбление в названии можно додумать, да, этими звездочками обычно шифруют. «Матерное» какое-нибудь слово. Девочка-борец, девочка не котлета. Лучшая девочка невидимого фронта против всяких профессиональных тунеядцев, в кавычках, конечно. Девочка-пилилка и помогалка в борьбе с арбузами из-за права котлет. На самом деле, хе-е-е-зе. Что за девочка, уж простите, за прямоту. Так вот, девочка вдруг решила покопаться и выбросить аж от целого Русфонда разоблачительную статью, как много хотят эти тепляковы многодетные. Тепляковы зачеркнуто. Наверное, много. Котлет не хотят. Людьми ахтариев не считают. Машистого, милая, котлетой ахтариев. Даже если он себе на сосках фемен с зеленкой нарисует человеком, не станет никак. А, на твое мнение, нам всем, сама понимаешь, чхать. Поэтому такой вот пост, как обычно. На твои фантазии о том, как в декрете профессиональные тунеядцы сидят, тем более. Ты ж грязи кусок. Если женщина в декрете у тебя не работает, можешь в суд подать. Жирным выделено. Да, если папа, работающий воспитателем в семейном детском саду, взрывает свой... Взрывает твой неокрепший фемко-юрский мозг. Тут, ну, звездочки, но я так понял. То, извините, тоже. Ты, я понимаю, из тех, кто засветлые демократические ценности, особенно за права ЛГБТ и ущемленных негров в Сибири. Ну, не воняй. Пили там свое, там у тебя есть какой-то авторитет, наверное, быть может. Хотя не факт. А нормальные люди прекрасно рожают, отлично себя чувствуют. Не спрашивая твоего мнения о том, не живут ли они на твои налоги. Ты их платишь вообще, благотворительница? Или ты больше по распилам через необлагаемые налогом схемы боготворения? Про Лену Блиновскую, что ли, я не понимаю. Она вроде там распиливала. Но заказ прошел. Четыре или пять изданий от Брехалис. Ждем Данилову. Ее, кажется, не было или просто пропустили. Так, кому-то привет еще передает. ПМС или по жизни такая, это уже вам виднее. Мы в ваших благотворительных делах не очень разбираемся. Ну, Евгений, прям бронепоездом прошелся по этой машистовой или кто это там. То есть, я так понимаю, на него очередную накатали статейку, да, где описали все как есть. Нелицеприятно по фактам. А Евгений вот так вот. Оскорбление на оскорбление, умноженное на оскорбление. Ну, в общем, в любимом стиле Евгения. В общем и целом, как вы заметили, ЖЖ Евгения в основном состоит из хейт-спича. То есть, это термин, да, негативные, хейдерские какие-то статьи. Слив ненависти. Слив ненависти на кого-то. То есть, кто-то про него что-то написал. Если его прям сильно задело по фактам, то он хейт-спич сразу накатывает статью, сливает весь негатив на этого человека, все оскорбления. Типа, он даже пытается якобы изощренно, как бы, интеллектуально оскорблять человека. Но выглядит это, конечно, максимально не интеллектуально. Обязательно пишите комментарии ваше. Интересное видео получилось, я думаю, интересная информация сегодня была. Обязательно поделитесь своим мнением, мне очень интересно почитать ваши комментарии. Будет я все комментарии читаю, всегда раздумываю, сразу задумываюсь, читаю. Интересный не только сам процесс съемки видео, а интересен процесс еще чтения ваших комментариев. Это у меня, как после съемки видео, это определенный процент причины, по которой я снимаю видео, да, почитать ваши комментарии, обратную связь получить, вовлечь вас в эту дискуссию, в этот диалог. Вот такое вот видео сегодня, красавица моя. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Всех целую, обнимаю. Ну и увидимся с вами в новеньком видео.